Дорогие онлайн-зрители, друзья, мне очень приятно, что вы присоединились к нам. Слушайте нас, смотрим, потому что тема очень актуальна и интересная. Аутентичные крымско-катарские костюмы, какие же они? И сейчас со мной на связи профессионал, специалист своего дела, кандидат исторических наук, этнолог, костюммолог, Аблаева Ульвие Осман Хызы, Сабаши Финс Хайрлолсен. Хавеннен, Сызны... Чок Сахун, у меня тоже. Джумалар Хаиры, Пенезе. Доброе. Хайрла Джумалар, Бахтлы, Савлых, Эпслер, Якши, Яшасын. Джумбенен Берабер. Ульвие Хану, вот расскажите, пожалуйста, мне, я думаю, много таких, как я, которые не до конца не понимают, да какой же он национальный, автентичный крымско-катарский костюм, мужской, женский, какой он? И я... Ну, честно... Да, честно говоря, это сложно, это сложно, во-первых, за такое короткое время, а во-вторых, без соответствующих, скажем, показов. Ну, я надеюсь то, что у нас есть некоторые фото, хотя бы тот минимум, что мы сможем с этим разобраться. Да, я сейчас... Ну, для того, чтобы... Ваши работы... Да, для того, чтобы... Вы первая в 2015 году сделали ремарку, вас создали крымско-катарские мужские и женские костюмы. Сейчас я постараюсь их показать, а вы... Да, давайте начнем с этого. Да. Если мне сейчас поможет мой сын, было бы замечательно. Вы сейчас видите его? Да, да, я вижу костюмы, фото. Да, вот, ну, расскажите, пожалуйста. Ну, тут, во-первых, я должна сказать, что это съемка 2013 года и совершенно прекрасные модели. Эта съемка была в кафе «Джеваль» в Евпатории. И модель, мужская модель, это известный наш очень культурный деятель, патриот крымско-татарского народа. Сейран, он певец, кстати, у нас пишет сам музыку, пишет песню, да. И прекрасная совершенно девушка, которая вот просто изумительно вошла в этот образ. Безусловно, там мне пришлось режиссировать, как себя вести, но она прекрасна совершенно в этом образе. Вот такие, какие я говорю. То, что говорят вот на кончиках пальцев, это просто генетически. Вот эти длинные волосы, которые прекрасно заплелись в эти косички. То есть крымско-татарский костюм, если говорить о традиционном костюме, это не только текстильный, не только его текстильная часть. Это также весь комплекс, это очень сложный комплекс. У крымских татар костюм, если говорить о костюме, это надо говорить, что это был очень сложный комплекс, в котором были и прически, и вообще уход за лицом и за телом. Это тоже относится, скажем, к полю понятий, дефиниции вот этого, которые принадлежат как раз костюму. Ну, и если говорить очень важно, да, вот тут у нас тоже, это тоже самый первый костюм, мужской костюм, и модель, это Рустем Скибин, известный наш художник, это самые первые. Не слышно. Вот настоящие фольклорные, аутентичные крымско-катарские костюмы по крою, по цвету. Да, ну, тут только я хочу вас поправить, что не фольклорные, а этнографические. То есть то, что носил народ. Для меня, для меня очень важно было, скажем, как для исследователя восстановить, установить, во-первых, да, что такое вообще наш костюм. Потому что вот сложились такие мнения, то, что мы видели на сцене, но это то, что на сцене, это не совсем костюм. То есть это его одна из разновидностей, то, что называется сценическим костюмом. Это немножко не то, потому что сценический костюм, это всегда что-то очень нарядное. То, что предполагает, это изначально, к этому костюму есть свои требования, например, чтобы там женское платье, оно было легко, в нем можно было легко танцевать, для мужского костюма, чтобы можно было легко там двигать ногами и так далее, и так далее. То есть сценический костюм — это не совсем, скажем, этнографический костюм. Вот сейчас там с Киббин, вы видите? Если вернуться к вопросу, что такое костюм и откуда черпали, откуда я, именно я черпала, значит, информацию, то это очень много, во-первых, источников нарративных. Начиная с 17 века, визуальные источники даже с 16 века по костюму, по национальному, и более позднее время, конечно, более достоверные источники — это много фотографий, которые появились с конца 19 века, очень много фото начала 20 века, и, безусловно, это те элементы, отдельные элементы или полные, скажем, там какие-то костюмные комплексы, которые есть в фондах наших музеев. Я работала во всех крымских музеях, я работала в Киеве, в музее тоже была, но там только вышивка, вот там нет элементов костюма, кроме кесетов и вышитых, то, что называется, главных разных наших. Башор, Сюлери, Щербенси, Марама, Фарланта, и очень мало их в Киеве, и, безусловно, это полевые исследования, я очень много работала со стариками нашими, замечательные совершенно, которые мне рассказывали, а какие были, вот то, что носили их мамы, их бабушки, то, что они детьми, потому что все бабушки, с которыми я говорила, практически никто из них уже не носил, они видели в лучшем случае на своих мамах и бабушках, потому что это были уже дети, те старики, с которыми я работала, это были дети на тот час, когда еще что-то, совершенно какие-то крохи еще оставались, ну и поэтому, скажем, вот этот комплекс весь сведений, ну и помог там, безусловно, сравнительно исторический анализ, и вот это все нужно анализировать очень много, и потом уже какая-то ситуация, скажем, более-менее начинает проясняться как раз по костюму. Да, тут мы видим вот женский костюм, и, к сожалению, скажем, историческая ремарка традиционного крымско-татарского костюма, вот такой исторической ремаркой полностью, да, как комплекс, к сожалению, в Крыму у нас нет ни в одном музее, зато вот этот вот костюм, он есть в Москве в музее Востока, вот такой вот полный, абсолютно полный женский костюм. Ну и теперь, да, я не услышала, я извиняюсь. Я говорю, вы воссоздали, получается, что вот крой халата, он сильно отличается от того, что мы имеем, в принципе, в масках на сегодняшний день. Мне довелось видеть вот наряды вблизи, и меня удивило крой халатов, то есть верх он такой приталенный, а низ очень широкие бедра, квадратные. Я говорю, что ж это такое, зачем мы так уродовали женщин? На что мне Скибин сказал нет, раньше считалось, чем больше, значит, вот как бы вот эта нижняя часть юбки, тем, значит, женщина крепче, плодородней, может и рожать, и работать, и трудоспособней. И там были кесеты такие, я говорю, а это для чего? Он говорит, для табака. Я говорю, что ж, наши женщины курили? Он говорит, да. То есть много-много различий. Вот расскажите какие-то такие детали, потому что нас слушают, может быть, руководители коллективов, или мамы, или какие-то культурные деятели, которые хотели бы своему ансамблю или коллективу пошить именно, сшить именно аутентичные. Что вы порекомендуете? Где лекала? Ну, тут, да, Ильзия Арханум, я извиняюсь, потому что вот сейчас у вас был целый комплекс вопросов. Давайте вот немножко будем их разбивать, да. Я понимаю, что хочется узнать как можно больше, но давайте все-таки разобьем. Если возвращаться, то есть к первому вопросу, да, почему вот такие вот широкие, вот это вот расширено у этого халата. Ну, и я хочу сразу поправить, чтобы наши зрители тоже, слушатели наши сразу говорили, то есть в правильных терминах, как это надо, да, вот выражали свои мысли, свое отношение к тому, что мы видим. Это называется антер или хафтар. Поэтому, почему вот именно такое антер? Этот вид платья антер – это чабулу или джабулу. Вот это вот как раз вот это расширение в боковых деталях платья, которое мы видим, вот этого фасона именно, это чабул называлось, или джабул. Я не совсем согласна с этим утверждением. Я считаю, что это неправильное утверждение о том, что вы процитировали выше, что для того, чтобы женщина показать, что она такая плодовитая, дародная и так далее. Это не совсем, скажем, в культурных представлениях крымско-татарского народа, потому что наш идеал, да, крымско-татарской девушки – это девушка худенькая, стройненькая, как тростиночка, красивая, нежная, грациозная и так далее. Например, у русского народа, там это абсолютно нарративы такие, вот их очень много, и фольклорных записей есть много, что там как раз-таки девушка худенькая, стройненькая, как тростиночка, могла вообще не выйти замуж. То есть тот идеал, который вот есть сейчас, да, вот худенькие такие красавицы-модели, которые ходят на подиуме, в русском народе, скажем, до традиционного периода, там до 20-х, она могла вообще не выйти замуж, потому что там как раз-таки женщина должна была работать. Такая худенькая, стройненькая, она не смогла бы на поле работать, вы понимаете? А там нужна была работница, поэтому там, там, это я говорю, это есть нарративы, записи, что для того, чтобы вот такую худенькую девушку, как сейчас в модельной внешности, для того, чтобы ее выдать замуж, на нее одевали очень много одежды, чтобы сделать ее толще. Так, теперь возвращаемся к нашему, а почему же у нас такой, крой нашего платья, вот этого чабул-дуантия? Это, я считаю, что это нужно было для того, чтобы подчеркнуть как раз-таки очень тонкую талию, потому что на контрасте широких бедер затянутая талия кажется еще более тонкой, еще более тонкой. То есть вот этот вот иксообразный силуэт, он характерен как раз-таки для традиционного кровоградатарского костюма. Чем больше ты, чтобы подчеркнуть талию, да, если нету такого-то расширения, ну вот такая вот пряменькая или чуть-чуть, а чем больше, чем шире бедра, значит, тем дольше кажется талия. И для чего это нужно было? Это абсолютно утилитарное, функциональное вот это назначение, что благодаря этому это платье, там не было такого, что как сейчас, мы можем, ну там, десятки, да, у нас видов разной одежды и очень много. Наши гардеробы сейчас огромны. На тот момент это было, во-первых, дорого, и у людей не было столько одежды, даже у самых богатых, да, ну, если не говорить, там, о королевской семье. То все остальные, безусловно, это было, что очень дорожили свою одежду, она стоила дорого, и поэтому она носилась много лет, ну и безусловно, очень красивое платье, которое девушки пошили, свадебное платье. Она потом в нем могла ходить до родов, потому что благодаря вот этому крою, вот этого запашному, да, халатному крою, она просто его регулировала, сделала шире, сделала уши и так далее. Там абсолютно спокойно, на четыре размера такое платье может раскрыться. И это абсолютно, вот функционально, это просто уникальный крой. Это если говорить об этом как раз платье. Меня еще заинтересовало, на Феске был полумесяц, вот я раньше такого не встречала, только, ну, треугольники, там, или золотые монетки. А что означает этот полумесяц? Где вы взяли эту информацию, что можно вот так просто полумесяц и звездочка как бы мусульманский, да? Ну, то, что как раз мы видели на фотографии, это старинный, совершенно аутентичный такой вот вид украшений. Айнин Йилдес называется, который, если я не ошибаюсь, это тоже вид фатории, то мне дали для съемок. Это Алифе Ханун Яшлавская, это из ее коллекции, из ее частной коллекции, за что я очень благодарна и вообще всем благодарна, кто принимал участие как раз в этом проекте, в этой съемке. Это, да, это было очень, скажем, популярный, распространенный вид, потому что вот это украшение Айнин Йилдес, оно было, скажем так, навеяно, безусловно, исламской символикой. А исламская символика, она, безусловно, даже, даже если она не имеет, скажем, прямые какие-то, да, прямое отношение, ну, опосредованно, то, безусловно, полностью мы находим во всем костюме и в женском, и в мужском костюме, мы как раз опосредованно находим все вот это вот культурное влияние ислама в костюме. Это, безусловно. И вот то, что мы видим вот как раз-таки на фото, вот я прикрепила на эту фесочку, то это, мне об этом рассказывали информанты, что об этом украшении, ну, и когда я его увидела уже в коллекциях, я была, безусловно, счастлива, потому что вот это как раз-таки подтверждение. То, что мне рассказывали, то, что я зарисовывала по рассказам, а потом я смогла это увидеть уже как предмет, как аутентичный объект, это было, конечно, здорово. Очень красиво и нежно смотрится, и к модели подходит великолепно. Раз мы затронули тему исламскую, у меня такой вопрос, аутентичные, да, если брать наши костюмы, есть ли где-то записано, носили, вот, да, сейчас модно, вот, хапала, хазлар. Было ли в культуре у крымских татар вот так паранжой накрываться? Это наша? Ну, у нас в нашей культуре, то, что вы назвали паранжа, в нашей культуре аналог называется фе-ре-джи, фе-ре-джи. Это верхняя одежда, шитая одежда, не просто накидка, это шитая одежда, фе-ре-джи, безусловно, было. Кроме фе-ре-джи у нас был еще другой вид, тоже такой вот верхней одежды, женской одежды, которую она одевала, когда выходила за пределы своего дома, это чаршав. То есть чаршав и фе-ре-джи, отличие у них в чем? Чаршав всегда белый, это такой вот очень большой, прямоугольный плат ткани. Это могла быть, хлопчик, это бумажная ткань, шерстяная ткань, не сшитая, которую накидывали. Чаршав в крымско-татарском языке, ну, как известно, это первое, в каком значении мы его знаем, это простыня. А вот второе значение, это женская накидка, второй синоним. Так вот, чаршав, это был, вначале он был белый, практически до конца 19 века только белого цвета, а позже уже стали и другого цвета, и красного цвета тоже были чаршавы. А вот если говорить о фе-ре-джи, то фе-ре-джи, да, фе-ре-джи была, это уже сшитая одежда, иногда очень красивая, нарядная, с какими-то, скажем, элементами декоративными. Это сшитая одежда, которую накидывали как на голову, так и в рукава. Если говорить аналогично к нашему времени, то аналог можно найти, это я так говорю, это мое мнение, то аналог может быть как легкий летний плащ. Вот это фе-ре-джи, то есть легкий летний плащ без, без только воротника, который можно с рукавами, все длинное, которое можно было накинуть как на голову, вот по вырезу байрловины, байрловины, чтобы не привлекать себя. Да, или же одеть рукава, да. Так вот, у нас в культуре крымско-татарского народа, безусловно, будучи мусульманами, женщины не могли, скажем, отрицать, да, приказ, который абсолютно, это действительно, на самом деле, мы знаем об этом, что есть, ну, скажем так, это требование, что женщина должна закрываться, и причем самое интересное, ведь очень многие не понимают, что женщина закрывается, когда она закрыта и закрывается, она защищает больше не себя в этом случае, она больше защищает мужчин, потому что, чтобы у мужчины не возникало греховных мыслей, вот это очень важно, что женщина больше тут боится не за себя, потому что в том, скажем, в том социуме, когда все друг друга знают, да, вот маленькие там села, все практически друг друга знают, и она выходила за крышу, ее бы и так никто никогда не тронул. Она думала в этот момент не о себе, чтобы мне надо закрыться, потому что я боюсь чьих-то взглядов, она этим должна была охранить чистоту мужчины, чтобы у него не было греховных каких-то мыслей о том, насколько она красива и так далее, вот это важный момент. Вот Арзах и другие постановки, там показаны совершенно современные, там, да, крымские татарочки, там Максима Фесочка, Марама прикрылись, старшее поколение в платочках, но никогда я не помню, и бабушка никогда, ну, как бы, да, в семье не рассказывала, что, ну, там, покрывали вот так вот выходили. Вот это для меня новая информация, я, например, не знала. Я и это, Эльза Арханум, это не только вы знаете, вы совершенно молодая, да, скажем, а у меня были, когда я работала в музее Бахчисарая в Ларишес, у нас там были работы, ну, так уж это были аутентичные работы Агюсте Рафе, это французский художник, который был в 1837 году был в Крыму, и он зарисовал, там у него много работ, на которых можно видеть женщин крымских татарок в Чаршапах, не в Феридже, а в Чаршапах, и, значит, были такие ситуации у меня, когда приезжали к нам очень много там наши взрослые поколения, да, бабушки, дедушки, которые прежде, чем начать рассматривать музей, мне говорили, у нас никогда, вот я сама, мне там 75 или 80 лет, у нас никогда татарки не ходили закрытыми, что это такое? Я тогда молча их вела к работе Агюста Рафе и показывала, посмотрите, это почти 200 лет назад, человек, который видел своими глазами, так действительно ходили, да, это действительно было в нашей культуре, и быть иначе не могло, потому что крымские татары мусульмане, и они не могли быть, скажем, за пределами этого правового и культурного поля, когда женщина должна вести себя так, именно так, а женщине предписано закрываться, причем закрываться нужно было каким образом? Она должна была закрываться только тогда, вот это вот важно, когда выходила за пределы своего дома, за пределы. Внутри своего дома она могла не закрываться, если внутри все ее муж... Вот все наши, я в лохуин, вот это молодежь, когда собиралась, вот эти танцы с хоран, когда все вместе обнимались, и да-да-да, парень-девушка, ну это же... Нет, этого не было, этого не было. Мы, к сожалению, очень много, очень много утеряли. К сожалению, мы, ну я не знаю, мы практически не знаем нашу культуру. Я сижу, я в смысле с книгами, я очень много, да, я очень много с этим работаю, я читаю там, ну вот, просто прекрасные, которые, есть источники, которые не переведены еще на немецком языке, которые, там вот это все описано, то есть люди, которые были еще в лохуинском ханце, которые, да, вот посещали Бахчисарай, видели, оставили прекрасные совершенно записи, и там ты видишь, что это совершенно был другой мир, и, безусловно, и костюм был другой, безусловно был костюм, не тот, который сейчас у нас на сцене, это совершенно не то. Ну вот, к сожалению, мы не знаем, мы не знаем много. Делитесь информацией, и я знаю, что вы планируете и хотели бы создать книгу, чтобы вот так можно было изучить на основе ваших исследований, изучать, изучить всем, какие были костюмы в каком веке, какие цвета и все остальное прочее. Как у вас продвигается вопрос с книгой вашей? Я работаю над монографией, и я очень надеюсь, что это получится, и что она будет издана. Я просто, скажем так, чересчур требовательный, в первую очередь, к себе человек, поэтому я там выверяю все это десятки раз, чтобы это было действительно правильно, и, скажем, чтобы не ввести еще раз какое-то заблуждение. Ну и, безусловно, мне интересно показать как можно более длительный, да, вот исторический период, потому что если говорить, да, если говорить о традиционном костюме, что такое тот традиционный костюм, мы сейчас знаем. Ну, практически все оперируют, да, вот этой вот картинкой, которая, на которой вот семья крымских татан, это Шарль Кокере, французская литография, на которой семья крымских татар, женщина, мужчина, девочка, мальчик и имула, то есть называется семья крымских татар и имула. Все абсолютно, скажем, ну, те, кто занимается серьезным, безусловно, да, то у них вот этот образ крымско-татарского костюма, это действительно правильно, но нужно еще понимать, то есть его нужно прочесть правильно, потому что художник, который рисовал, он не знал кроя, и он нарисовал, как ему виделось, то есть на этой работе, ну, к сожалению, вот у нас сейчас нету этого изображения, может быть, кто-то и не совсем помнит, то есть я отсылаю к этой работе, да, наших зрителей и слушателей, вот я хочу сказать, что там нужно правильно еще понимать, какой этот был костюм, то есть вот эти все детали. На этой работе, на этой литографии, например, художник изобразил головной убор, который был строго цилиндрический, он его сделал немножко расширенный, то есть он получается трапециевидный, кверху расширяющийся, это неправильно. То есть если кто-то будет сейчас шить так, то это неправильно, он был цилиндрический, но художник увидел и нарисовал так, он не знал его кроя, понимаете, вот это вот очень важно. Да, интересно. Ну и все остальные моменты. По внешнему виду, ну, предков, да, вот и аутентичные костюмы, возможно было понять, к какому сословию относится семья, каким видом деятельности она занимается, в каком регионе Крыма она живет, отличались ли костюмы, да, вот между собой, или была какая-то общая, как бы, такая картинка везде, во всех регионах. Ну, сейчас, к сожалению, опять-таки из-за незнания, очень много спекуляций на эту тему. Я помню, что еще лет 6-7 назад это было просто так муссировалось, что, значит, на феске, если, значит, у женщины одна кисточка, это один ребенок, две кисточки, два ребенка и так далее. Это, ну, это просто смешно, ну, и очень грустно и печально, да, вот потому что вот эти вот невежественные вещи, когда вот так вот распространяются. У татарок было по нормально абсолютно 6-7-8-9-10 детей, то она не могла там, как у нее родился ребенок следующий, тут же нацепить еще один кускуль, понимаете? Это все зависело от того, скажем, от, во-первых, финансовой возможности, во-вторых, от личных художественных предпочтений. Вот ей нравится так или ей нравится иначе? Потом, безусловно, не было никакого такого жесткого, да, какого-то стандарта, что все бахчусарайские должны носить платья вот такого цвета, все с Харасу Базару должны носить такого цвета и так далее. Это тоже... Да-да-да, это неправильно, это неправильно. Единственное, что я нашла, и я могу вот сейчас уже, то есть это не просто а-информация, да, вот некоторые делают свои какие-то умозаключения на какой-то одной, абсолютно, на каких-то одних сведениях, на одной полученной информации. Вот что-то одно услышал, прочитал, увидел на картинке, там, на фото. Да, и он думает, что только так и правильно, что вот это было, вот это вот было уже вот такое-то, была аксиома такая, абсолютно нет. Для того, чтобы сделать какие-то выводы, нужно целые провести, целый комплекс исследований, чтобы это было подтверждено минимум три раза. То есть, если ты увидел на картинке, чтобы об этом было написано в нарративе в каком-то, чтобы это было точно, и еще желательно, чтобы это кто-то, скажем, из информантов, из респондентов это еще подтвердил. Тогда уже можно говорить, да, это было вот так. Потому что, ну, например, я приведу тоже еще один печальный пример, что в нашем музее, в Ханском дворце, там было платье выставлено, я не знаю, есть оно сейчас или нет, оно было в экспозиции, бархатное платье, вышитое сверху донизу, с золотым шитьем, махлома, в технике махлома. Так вот, это платье, это турецкое платье, это называется, вид этого платья, скажем, это биндали, то есть тысяча веточек, золотых веточек вышло. Для нашей культуры абсолютно не характерно. Это не крымско-татарская традиция. Это вполне возможно. Когда говорили, что это платье, значит, нашли в Керчи, то есть это вот точно у крымской татарки, да, это может быть в Керчи у крымской татарки, но это платье или ей привезли в подарок, или она захотела такое платье, но это единичный случай, исключение, как известно, только подтверждает правила. Это может быть, безусловно, исключением, и это было, и татарка не носила, но для традиционного костюма, если говорить о традиционном костюме, оно не было характерно. Поэтому, если мы говорим о традиционном костюме, мы должны четко, абсолютно понимать, что такое традиционный костюм. А для того, чтобы его понимать, я говорю, опять-таки, нужно целый комплекс, во-первых, исследований, и вот это вот очень ясное понимание, а что можно отнести к традиции, а что может быть исключением из этой традиции. А исключения, безусловно, были. Исключения, безусловно, были. Если говорить о традиционном костюме, о женском, это, я опять повторюсь, это иксообразный силуэт. Что такое иксообразный? Это очень узкая, сильно подчеркнутая линия талии. Вот это вот для традиционного костюма. Это обязательно, да. Причём, что интересно... Вот широкие шарвары, да, рубаха длинная, да, снизу, и халат, сколько слоёв, как бы... Антер, антер, да. Да. Так, ну, если начинать всё подряд, с самого низу, да, это ичурба, да, нижняя, нижняя вся одежда, это белого цвета рубаха, длинная, то есть ниже колен, ниже колен и широким рукавом. Это было туникообразного кроя и с разрезом, с грудным разрезом, с центральным массивым разрезом по центру, и она, значит, ну, на брошечку или на пуговичку, вот здесь вот у горла застёгивалась. Это были штаны в обязательном порядке, которые характерны для всех тюркских народов, которые играли, скажем, роль, были, вот тут вот интересно, вот тут вот как раз-таки, возвращаясь, скажем, к разным, да, вот там вот локальным, да, проявлениям костюма, значит, для Ахьяра, Байдарской долины, там было более распространённое, скажем, или характерное для них, более узкое штамина. А для всех остальных, то, что я вот на сегодняшний день проследила, а для всех остальных это были широкие штанины, которые были внизу собраны там на, ну, на такой манжетик, иногда манжетик этот был ещё и украшенный, красиво очень, и под этими широкими штанами были ещё одни короткие, то есть длинными штанами были ещё короткие штанишки, то, что называется сейчас по аналогу, то, что трусы, то есть вот были ещё вот такие вот кутишни, это обязательно. Да, такие панталучки сверху надевались, одевались вот такие вот штаны, поверх этого антер одевался, после антера, вот одели антер, значит, повязывали обязательно на поясницу, то есть это первый уровень, да, подчёркивание линии талии, бель-шал, это такой платок был, часто очень это был вязанный платок, то есть такой вот как трикотажный платок, это мог быть шёлковый платок, это мог быть вязанный домашний такой вот платок, который повязывали вот таким треугольником, чтобы вот этот угол спускался вниз, повязывали и закрывали сзади, женщина закрывала сзади, скажем, свою, так, заднюю часть, да, так, и спереди, да, спереди в обязательном порядке, это второй, значит, уже уровень, опять подчёркивание линии талии, это был фартук, углюк или перштимал, который обязательно, очень часто этот углюк или перштимал, он был из той же ткани, что и платье, вот это вот, и что интересно, да, что интересно, все продумано, все в стиле, да, да, что интересно, вот эти вот фартуки, углюк, они могли быть, их могло быть друг на друга 2 и 3, то есть снизу был тот нарядный, который из ткани платья, сверх него был другой, уже более простой, когда женщина, например, работает на кухне, она может, чтобы не испачкать, и платье, и нижний её фартук, у неё был ещё один при работе, кто-то пришёл в гости, тут же 2 секунды, развязала тесёнки, да, и она чистая, всё, и она чистая, абсолютно всё чистое, теперь, когда выходила за пределы дома женщина, или когда она встречала у себя в дом гостей, то она ещё вырез вот этого платья, она ещё подвязывала то, что называется такой элемент женской одежды, элемент женского костюма, то, что называется кукуслюк, кукуслюк мог быть, это, это такой маленький такой элемент, который вот на шее подвязывался, на шее подвязывался, он такой трапециевидный был, и под грудью, и он подвязывался уже сзади вот такими тесёмочками, и он был как, ну, обычно он был очень украшен, причём это функционально прекрасно совершенно, потому что закрывает вырез горловины, и, и декоративно, это и красиво, и работает, да, и я прошу прощения, да, я прошу прощения вот за, за такие, какие-то, скажем, нюансы уже, этот кокуслюк, он выполнял роль не только, скажем, декоративную, да, красиво это, но функционально это было потому, что он поддерживал грудь, как всё продумано, он подвязывался под грудью, он держал грудь, абсолютно всё продумано, я говорю, наш, наш костюм, вот, это, это просто уникальное культурное явление, вообще, уникальное. Приятно слышать. Ну, и фесочки, да, соответственно, манжетики тоже красивые, но их, наверное, на выход, вот эти вышитые манжетики у вас в работах, я посмотрела, очень красивые, это, ну, наверное, на выход куда-то, да, одевали? Нет, это, во-первых, это не могло быть одето на выход, потому что это была деталь одежды, элемент платья, который вышивался сразу, его не прицепляли, он был сразу, он был сразу, да, безусловно, и вот этот вот рукав, это оконечность рукава, когда говорят, что это манжет, это неправильно, потому что манжет, это деталь, которая пришивается отдельно, отдельно к рукаву, а это было продолжение рукава, это продолжение рукава, которое, когда она выходила, женщина, за пределы дома, вот эту вот вышитую часть, она опускала на руки, руки были закрыты, это требование ислама, руки должны быть закрыты, женщина под требованием, а когда она дома, когда она дома, она просто отворачивает этот манжет, и вот этот прекрасный манжет, вот он виден, это, кстати, это единственная вот такая вот яркая декоративная деталь платья, потому что кокус-люк, это отдельный элемент, который к костюму, он потом еще дополнительно, то есть одевался, а вот если говорить отдельно, как об отдельном элементе костюма, о платье, то это была единственная такая яркая, декоративная деталь, только вышитые вот эти вот эль-эль-хапах. Очень интересно. Я благодарю. Да, это важно. Очень интересно. А как вы считаете, сейчас в фольклорных коллективах, ансамблях цинических, должны ли выступать вот в автентичных, таких костюмах, или же все-таки вот пусть будет так, как есть, цинические уже образы, которые годами, вот эти расшитые халаты яркие, как вы считаете, что необходимо делать художественным руководителям, чтобы нести культуру в массы, и чтобы вот то, что вы рассказали, придерживаться этого. Стоит ли? Соответственно, да. Ну, смотрите, во-первых, надо понимать, какие ставятся задачи. Если в том, скажем, художественном коллективе стоит задача, например, там у девушки какой-то у нее, у актрисы, да, у нее какой-то номер, где она не должна танцевать, где она не должна петь, где она что-то рассказывает, то она может быть абсолютно, если это отвечает тому, что это должно быть единственной формой и содержанием, правильно? Понятно. Если это подходит, скажем, к теме ее выступления, она может быть в этнографическом костюме, абсолютно точно, которое воспроизводит этнографический костюм. Если это танцевальный костюм, то это безусловно, в этнографическом она не сможет, да, так танцевать, потому что в этом платье оно не будет так вот красиво там развиваться и так далее, да. То есть вот такие, да, то есть вот такие, надо понимать, какие ставятся задачи. Ну, единственное, что я безусловно против, да, категорически против, но нельзя в этом обвинять никого, потому что, ну, на самом деле у нас просто уничтожалась наша культура, и поэтому, естественно, что мало кто вообще знает, как это должно быть правильно. Единственное, против чего я, что низ женских платьев, вот этих вот, он никогда не должен быть расшитым, он не мог расшиваться, просто-напросто он не мог расшиваться. То есть нужно знать какие-то очень важные коды, да, вот культурные коды. У каждой нации, у каждого народа это веками вырабатывались вот эти коды, которые стали отличать один народ от другого, одного народа от другого, да. Для каждого народа характерно что-то свое. То, что делает этот народ, его культуру, абсолютно уникальным. Так вот, нужно просто понимать вот эти основные моменты именно традиционного крымско-татарского костюма. Какой должен быть вот этот вот. А потом уже, скажем, вот в размерах, очерченных границах, да, вот этого своего понимания, там уже можно что-то придумывать, безусловно. Но это просто понимание должно быть. Почему не должно быть платье внизу, скажем, богато декорировано? Потому что, опять-таки, это связано с исламом. И, скажем так, с традиционным исламом крымских татар, именно крымских татар. Потому что настолько народ вот тут, вот через костюм, можно понять не только культуру, можно понять душу народа. Это очень интересно. Мировоззрение народа. У крымских татар мужчина не мог смотреть на женщину ниже пояса. Он не мог опустить взгляд. Это считалось табу. Это было табуировано. Поэтому, если у него все внизу расшито, то, безусловно, все будут рассматривать, как это все красиво, там, в каких этих красивых узорах и орнаментах. Он не мог смотреть. Пояс — это все, это границы, где можно было смотреть. Интересно. Ну, ниже нет. Вот это важно. Вот эти вот понимания просто должны, должно быть понимание. Вот этих моментов важно. Спасибо. Очень ценно. Очень интересно. А если кратко, чтобы мы вот по мужскому костюму или, может быть, вы хотите сказать о какой-то детали, которую тоже не соблюдают, и детский затронем. Ну, вот так вот какие-то основные. Не так многослойно, может быть? Ну, безусловно, то, что мы сейчас делаем, это вот такие только основные, скажем, точечная, да, такая информация. Я, конечно, хотела, чтобы просто было у людей понимание, да, в чем отличие вот как раз к татарскому костюму. Если говорить о мужском костюме, самое главное, самое характерное, вот просто вот головнее нету. И это головной убор. Головной убор у мужчин. В основном это была черная, каракулевая шапка цилиндрической формы, сверху, вверху которой был абсолютно плоский. Были очень короткий период времени, там были, значит, некоторые отклонения. Когда шапки были чуть-чуть, чуть-чуть трапециевидные или в одну сторону, или в другую. Но это был очень короткий период времени. Больше двухсот лет, можете себе представить, повторюсь, двести лет крымско-татарский головной убор сохраняет свою форму и не выходил из культуры народа. Можете себе представить, двести лет народ носил шапку одной формы из одного материала. Это характерно только для нас. Кошлины для кого? Кстати, я должна, да, кстати, я должна сказать, что на Волыне, например, караимы, которые жили на Волыне, это Галыч, это Луск, и они носили, они завезли вот эту вот моду, этих шапок, потому что они очень тесно, безусловно, были связаны с Крымом, большая часть, скажем, крымская караима, она жила все-таки в Крыму, меньшая часть диаспоры, она жила, ну, мы знаем, это и Литва, не знаем, это больше, и мы знаем, да, да, и мы знаем, что это западная Украина. Так вот, караимы, которые завезли с Крыма, вот этот головной убор, потом его стали носить и украинцы, и называлась это Крымка, вот этот головной убор назывался Крымка, его точно так же шили и точно так же носили, да, ну, вот это главное для муского традиционного костюма, самый главный, самым характерным элементом, да, это является вот этот вот каракульный, в основном черный, в основном черный головной убор, который носили очень долго. Далее, если говорить, мы не можем просто обходить тему ислама, говоря о костюме, и это очень-очень связано, потому что вообще, скажем, крымско-катарский народ, это, я думаю, уже всем известно, это уже такая аксиома, он сформировался как народ под влиянием ислама, только, то есть мы как народ, мы сформировались, это не только одна территория, не только один язык, одна культура, а самое главное для нашего этмогенеза, это ислам, который, собственно, и сформировал нас в одну, скажем, консолидированную такую общность. Так вот, важным очень, что является для мужского костюма, это нельзя обойти вниманием, это прически, которые были у мужчин, то есть это в основном бритье головы и отпускание бороды, причем борода была очень аккуратненькая, такая очень красивая, аккуратная, небольшая такая оборотка и подстриженные усы, усы должны были быть подстрижены, чтобы они не задевали, скажем, при еде питье, чтобы не пачкались, поэтому они всегда, и это очень часто повторяется в разных нарративных источках, что мужские, что мужчины, крымские татары, у всех такие четкие подстриженные усики, вот это вот важно. Следующее, возвращаясь к теме ислама в костюме мужском, те мужчины-паломники, те мужчины-паломники, которые были в Мекке, ходили в хадж и получали высокое звание хаджи, они вот на эту свою черную каракулевую шапку, они просто наматывали сарых, причём сарых это, ну, в основном, по сверху, да, это была не чалма, а вот по верху шапки, да, и вот это вот можно было, это был такой маркер, что этот человек, этот мужчина, он хаджи, он был, ходил в хадж, он был в Мекке, да, ну и далее, штаны, это широкие штаны, внизу они прилегающие, такие вот, нижняя часть, да, штанина прилегающая, верхняя, широкая, когда стягивалась, забыла термин, ну, скажем так, на бечёвку, да, если говорить, стягивалась верхняя часть, очень были глубокие, глубокие внутренние карманы, глубокие, глубокие, там, ну, я не знаю, килограмм в каждом кармане, там, орехов точно можно было это собой носить, что характерно, белая рубаха или полосатая рубашка с широкими рукавами, после, значит, одели точно так же, как и в женском костюме, нижние короткие штанишки, белые, льняные, сверху вот такие вот уже по сезону, это или и суконные штаны, или крашеные ткани, какой-то, значит, с такого плотного, с шерстью, или еще верхние штаны, рубаха белого цвета, тоже с грудным разрезом, с широкими рукавами, поверх обязательный элемент, очень характерный для нашего костюма, это был жилет елек, причем эти елеки были короткие, чуть-чуть, вот талия до талии, и чуть-чуть опускалась, и в обязательном порядке длинный, длинный пояс, который несколько раз обертывался. Вот на вашем... Они бывали разные, они бывали разные, и красные, и желтоватые, ну, в основном, это, конечно, скажем так, преобладание красного цвета, это полосатые такие вот ткани, у нас, кстати, надо еще сказать, что в нашем народе очень любили полосатые ткани, вот как вы сейчас и я, так что вот мы вот так вот традиционно, да, мы традиционно в таких вот полосатых тканях, у нас в народе очень любилось вот это вот, кстати, скажем, такая фактурная. А какие музеи порекомендуете посетить, чтобы увидеть наяву? Ну, там, я вот в основном только марамы, а вот костюмы я нигде не видела, например, наши национальные вот... Не, ну, ну, почему же? Кстати, прекрасную, совершенно прекрасную выставку делал наш музей Ханский дворец, там была прекрасная выставка по костюму, замечательная совершенно, они там вытащили с запасника, то, что не было, скажем, вот в открытой экспозиции. Безусловно, в первую очередь, это Ханский дворец, потом хорошая коллекция в Ялте, это литературные музеи, так, чтобы я не назвала его литературно-художественной, да, да, ну, в общем, это Ялте, в Ялте музей, основной музей в Ялте, есть наши вещи тоже, курточки очень красивые, да, вот, женские курточки очень красивые, в Евпатории, в Краевическом музее, ну, и есть, могу порекомендовать, это РЭМ, Российский этнографический музей, и должна сказать, что в этом музее, к сожалению, у них мало что, можно посмотреть в открытой экспозиции, очень мало, да, но они располагают совершенно уникальным, совершенно уникальным собранием, в котором более двух тысяч изделий, как раз крымско-татарской традиционной культуры, и очень много как раз костюмных элементов, там есть и платья, и куртки, и сапоги, и обувь, и всё, всё, там там, там совершенно шикарная коллекция. Чок Сауна, с Ульве Хану, тут время нашего эфира, как говорится, заканчивается, но тема очень интересная, вы великолепный рассказчик, профессионал, я благодарна, что нашли время, и предлагаю потом ещё продолжить, если вы не против, потому что очень много интересного, нового, например, услышала я, уверена, что и онлайн-зрители. Чок Сузге Сауна, с хорошего дня. Аллах разосу. И до встречи. И до встречи. Пока. Пока.